МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ В эфире Гомель и это студия на Пушкина 8. Жизнь Гомеля и области в лицах и комментариях. Все самое интересное в ближайшие 40 минут, как на ладони. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 2016-й в Беларуси был объявлен Годом культуры. Фестивали, концерты, реставрационная работа, культурно-просветительские акции. Это не только озвученные планы, но и уже реализованные проекты. Каким был Год культуры и каким мыслям подтолкнул каждого из нас? Об этом мы не только говорим сегодня, в ближайшие 40 минут. Итак, мы начинаем ее с удовольствием. Представлю гостей программы. Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь, художественный руководитель и главный дирижер камерного хора Гомельской областной филармонии Елена Соколова. Елена Константиновна, рад видеть. Белости просим. АПЛОДИСМЕНТЫ Главный специалист Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского обл. исполкома Сергей Рязанов. Сергей Васильевич, и снова здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ Второй секретарь Гомельского областного комитета Белорусского республиканского союза молодежи Юлия Липовская. АПЛОДИСМЕНТЫ Юлия, здравствуйте, рад видеть. АПЛОДИСМЕНТЫ Директор Жлобинского историко-краеведческого музея Нина Шрейтер. АПЛОДИСМЕНТЫ Елена Константиновна, Нина Захаровна, помните тот момент, когда узнали, что 2016 объявлен в Белоруссии годом культуры? Как это реагировали вы и ваши коллеги? Ну, конечно, были очень счастливы, потому что год культура – это главное, что есть в нашем народе. Любой специалист и труженик, если он знаком с высокой культурой, если он знает живопись, знает историю, литературу, это очень важно. Нина Захаровна, то есть задача года культуры – подтолкнуть каждого из нас к определенным мыслям и делам? Да, конечно, это так. И тем более, что объявлен был год культуры накануне Нового года, 28 декабря. То есть тогда, когда все мы собирались задать себе вопрос, как же мы будем жить дальше, что мы будем делать, чем мы будем заниматься. Вы в своем музее строили планы на будущее, ведь так? Да, мы строили планы в музее. И очень хотелось, чтобы те планы, которые мы себе наметили, были реализованы в этот год, в год культуры. Сергей Васильевич, действительно год был урожайным на масштабные проекты, события, юбилеи и мероприятия. Какие из них запомнились именно вам больше всего? Вы знаете, что действительно год был насыщенный. Состоялись десятки как местных, региональных, так и республиканских и областных мероприятий. Я бы хотел сказать, что мне запомнилось больше всего то, что все, кто были причастны к этим мероприятиям, они относились к своим обязанностям добросовестно. И мы действительно подняли проводимое мероприятие на довольно высокий уровень. В Рогачевском районе стартовала выставка «Гомельщина в год культуры», в которой представлены все те разнообразные мероприятия, которые проводились в нашей области. Эта выставка пройдет также в ряде других районов. Рогачев выбран не случайно, потому что после проведения Дня белорусской письменности в этом городе, этот город действительно преобразовался, помолодел. И мне бы хотелось, чтобы как можно больше людей побывало в нем и посмотрело. Летом 2016-го президентом был подписан Кодекс о культуре. Чем интересен этот документ? Вы знаете, что это как бы своеобразная не только свод законов, не только своеобразная конституция всех тех культурных нормативных актов, которые существовали до настоящего времени. Они не только сводены в едино. Над ними работали на протяжении, скажем так, более 5-6 лет. Они адаптированы к современным условиям. И те требования, которые требуются в наше время, эти нормативные акты отвечают в том, что основной упор в работе учреждений культуры переносится на местный уровень. Это первое. А второе, можем отметить, что те, скажем так, немного бюрократические какие-то препятствия, которые существовали, или, скажем, противоречия в нормативных актах, они сняты. И данный документ, он является емким, скажем, кратким, лаконичным. Он уже опубликован, и любой желающий может уже приобрести, ознакомиться с ним. Юлия, подключайтесь к разговору. Уверен, молодежь Гомельщины не осталась в стороне от мероприятий, событий, года культуры. Ведь так? Да, действительно, это так. Были новые проекты, реализованные в этот год. Конечно же, получили второе дыхание. Наши проекты уже существующие. Да и я могу сказать, что в целом это тоже наш год, как и год молодежи. Потому как в самой крупной молодежной организации, в Белорусском республиканском союзе молодежи, большинство проектов, которые мы реализуем, они так или иначе затрагивают культурную сторону. Это и поддержка талантливой молодежи, и поиск новых лидеров, и воспитание каких-то в себе других качеств. На экране вижу кадры с проекта «Культурные люди» союза молодежи. Расскажите о нем. Да, действительно, в этом году в городе был реализован масштабный крупный проект, цель которого была познакомить современную молодежь с успешными, преуспевшими именно в культурной среде нашими земляками, соотечественниками, гомельчанами, в первую очередь, конечно же, которые прославляют наш город и республику не только на областной и республиканской, но и на международной арене. По-прежнему велась работа достаточно активно и по поддержке талантов. Что в этом плане, какие проекты были в лидерах? Мы продолжили в этом году реализацию наших традиционных проектов. Это и «Королева весна», конкурс грации артистического мастерства среди студенток высших учебных заведений. Это и «Студент года». В этом году новые проекты были реализованы, такие как «Книга Бай», «Беларусь крынется натхненья», «Большой праздник» прошел в городе Минске с участием представителей молодежи абсолютно со всех областей нашей республики. «День вышиванки» назывался. Вот был самым интересным, пожалуй. Мне почему-то кажется, что если не останавливать, Юлия может этот список еще очень долго озвучивать, потому что год культуры был действительно по-настоящему насыщенным. Для нас этот год ознаменовался такими великолепными датами, как открытие 50-го концертного сезона Гомельской областной филармонии. Дело в том, что наша филармония вторая в Республике Беларусь. И для того, чтобы знали наши юные слушатели, я хочу сказать, что филармония англического слова «красота и гармония» – это учреждение государственное, которое ставит своей целью пропаганду высокого музыкального искусства. Не просто мы поем любители, а именно у нас есть уровень статус, пропаганда этого искусства. Все знают, что высокое искусство – это, конечно, очень важно для воспитания нашей молодежи, для того, чтобы познакомить наших юных слушателей шедеврами и живописи, и не только музыки, и, конечно же, шедеврами литературы и искусства. Поэтому неприходящие человеческие ценности вы получаете именно общаясь с высоким искусством. Это первое. Второе. У нас был очень важный такой момент творческий нашему камерному симфоническому оркестру. Я его говорю. И камерный там, и эстрадно-симфонический оркестр. Ему исполнилось 20 лет. Они дали великолепный концерт в ОКЦ, в прекрасном зале. И, конечно же, мы были очень счастливы, что именно присвоено имя этому оркестру, имя основателя этого оркестра Юрия Василевского, заслуженного артиста Республики Беларусь. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы вот говорим о том, что культура — это живопись, искусство. Но ведь культура — это еще и умение себя правильно вести в обществе, правильно. Умение общаться, умение, в конце концов, даже одеваться правильно. И вот в этом году мы тоже уделяли внимание и этим вопросам, которые, казалось бы, просты на поверхности, но тем не менее, как показывает опыт и практика, об этом нужно говорить. И этому нужно учить современную молодежь, потому как наша общая задача всех — воспитать гражданина Республики Беларусь с большой буквы и культурная составляющая, конечно же, здесь на первом месте. Мне подсказывают, есть дополнения из зала и вопросы. Давайте выслушаем. Яна, правда ли, что в 2017 году победители проекта «100 идей для Беларуси» ждут гранты на реализацию идей? Спасибо за вопрос. Но я хочу сказать, что не только в 2017 году, уже и в 2015, и в 2016 на областном уровне все победители областного этапа этого масштабного проекта были поддержаны именно материально. Ну а победитель в республиканском этапе, в финальном этапе этого конкурса, конечно же, получал и в этом году по итогам 2016 года тоже получит грант на, так сказать, воплощение своей идеи в жизнь. Еще один достаточно интересный конкурс из молодежи — селфи с вышиванкой. Расскажите про этот проект. Да, этот проект новый относительно. Стартовал он накануне Дня независимости Республики Беларусь, и молодежь абсолютно из всех регионов нашей республики приняла в нем достаточно активное участие. Нам повезло. Победитель из города Жвобина. Приятно. А вообще достаточно много работ было от Гомельской области направлено? Вот было много, все они интересные, достаточно профессиональные, и задачей этого конкурса было отразить именно белорусский элемент национальной нашей культуры, национального костюма, и показать связь между прошлым и поколением нынешним. Что ж тут говорить, вышиванка сегодня — это действительно модно, и это не может не радовать. Можем ли мы рассуждать о том, что это не что иное, как возросший интерес к национальной культуре? Безусловно, в день проведения большого масштабного праздника, День вышиванки в городе Минске, была организована целая выставка продажи белорусской одежды с элементами нашей вышиванки. Я хочу сказать, она пользовалась спросом и стояла очередь. То есть молодежи это нравится. Мы можем это даже видеть, наблюдать на улицах города, когда современные костюмы молодежь носит с элементами вышиванки. Сергей Васильевич, а вы бы рубашку, допустим, с вышиванкой одели? Конечно, и мы даже одевали, потому что в этом году проходил музейный форум, третий музейный форум в Могилеве, где были представлены наши музеи. И там вот именно традиции белорусской культуры, они очень активно пропагандировались не только нашим, скажем, таким флагманом, как Ветковский музей, но и другими районными музеями. Я даже добавлю больше, что в этом году ряду нашим объектов, как материального, так и нематериального наследия, придан статус историко-культурных ценностей. Отрадно отметить, среди них и неглюбская традиция. Именно неглюбские рушники, они уже получили высокое звание нематериальная историко-культурная ценность. Нина Захаровна, а вот вы и ваши коллеги в Жлобинском историко-краеведческом музее интерес к национальной культуре почувствовали возрушение? Да, конечно, мы почувствовали этот интерес, и не только почувствовали, но мы и сами приобщаемся к этой национальной культуре. Ведь национальная культура – это, с одной стороны, то, что досталось нам от предков, а с другой стороны, это то, что делаем мы сегодня, что мы делаем мы сегодня, ныне живучие. Работники музея в свое свободное время занимаются вопросом изучения, накопления материалов, которые касаются изготовления куколоберегов. Это такое достаточно забытое, с одной стороны, ремесло, которым владели наши бабушки и прабабушки. И сегодня мы умеем делать куклы-обереги самые разные, и кроме того, что мы делаем их сами, мы учим еще этому и других. Вот эта интересная кукла, она называется куколка счастья. Чем длиньше коса у этой куклы, тем больше счастья она несет тому человеку, который ее имеет, который сделал ее для себя, или приобрел у человека, который при изготовлении этой куклы отдал все свои самые добрые качества и чувства для того, чтобы действительно эта кукла приносила счастье и была востребована. Одна особенность, которую вот здесь можно отметить, что если для нас раньше знаковыми были музеи, какие дворцово-парковый ансамбль, музеи военной славы, картинная галерея Ващенко или Ветковский музей, то в последнее время к этому уровню подтягиваются и районные музеи. Мы уже можем говорить не только о региональных, но вообще как о республиканских музеях. Это и Жлобинский историко-краеведческий музей, благодаря тому, что у них есть усадебный комплекс в Красном береге. Это можем говорить о Светлогорском историко-краеведческом музее. Создан памятный знак «Операция Багратион», начало операции «Багратион», который является филиалом музея. А в этом году, скажем так, интересный, очень интересный проект предложил небольшой музей. Это Брагинский исторический музей, который создали театр Батлейка, который реставрировали старинные иконы. В котором находится знаменитый Брагинский метеорит? Это была сначала одна достопримечательность, сейчас у них много. Знаю, что в год культуры Жлобинский историко-краеведческий музей получил достаточно весомый грант от программы развития ООН. Нина Захаровна, на что потратите или на что уже потратили деньги? Это не такие большие деньги, 18 тысяч долларов. Это та сумма, которую мы, в принципе, уже затратили. Музей в течение шести месяцев занимался реализацией инициативы. Это была, как понимаю, еще одна попытка привлечь посетителей, заинтересовать их? Да, это еще одна попытка привлечь посетителей. Но кроме этого была у нас и другая очень важная задача – возразить ремесла. Накануне написания заявки был проведен опрос, мониторинг жителей Краснобережского сельского совета, на базе которого, собственно, и осуществлялась реализация этого нашего проекта. И мы выяснили, что молодежь, вот как раз молодые люди, и люди пожилого возраста, хотели бы получить какие-то навыки ремесленной деятельности. И вот за деньги проекта были приобретены материалы, инструменты, оборудование. Оборудованы ремесленные мастерские. И мы обучали мастера-ремесленники, обучали ранее известному, но забытому ремеслу плетение из лозы, изготовление изделий из глины, изготовление кукол и берегов. А кроме этого, мы занимались целым рядом других вопросов. Сегодня я привезла вот изделия. Это изделия не мастеров, а это изделия тех, кто обучался ремеслу на протяжении вот этих шести месяцев. Я хочу сказать о том, что вот эти изделия из лозы изготовлены очень активными жителями Краснобережского сельского совета, семья Киселевых, Валентина Ивановна и Александр Иванович, которые с большим воодушевлением работали по получению навыков. И, может быть, в некоторых случаях они превзошли даже мастера-ремесленника Давидовича Виктора Николаевича, который преподавал им эти уроки. И это очень приятно. Я просто не могу не спросить еще и про по-настоящему уникальное местечко Гомельской области, Краснобережскую усадьбу. Это сегодня тоже часть музея, филиал музея. Знаю, достаточно долгое время здесь шли реставрационные работы. Наконец-то они завершены уже несколько лет назад. Чем сейчас живет старинный комплекс? Усадебный дом – это действительно уникальное место. Во время строительства хозяинам дома, которые были очень богатыми людьми, во все углы закладывающегося здания были положены золотые монеты, которые охранят это здание до сегодняшнего дня. Прошли многие события – революция, войны. Но это здание стоит, и долгое время в нем был учебный корпус колледжа сельскохозяйственного Краснобережского. А начиная вот с марта этого года, после проведения реставрационных работ, мы используем это здание как объект, культурный объект, объект, который является историко-культурной ценностью второй категории. Это объект, в котором есть такие уникальные элементы, архитектуры, которых нет даже вниз и же нет в мире. И поэтому мы сегодня гордимся тем, что это объект есть у нас. И все-таки наверняка вы хотели меня поправить, реставрационные работы отнюдь не завершены, все еще впереди. Да, значит, завершился шестой комплекс реставрационных работ. Мы ожидаем, что эти работы будут продолжены. И в связи с тем, что строители сдали нам помещения совершенно пустые, и посетителям мы могли показывать только стены, потолки, паркет, камины, которые украшают очень это здание, само здание, его архитектуру, здание уникальное еще потому, что каждый зал имеет свою строго определенную архитектуру. И здесь, в принципе, все, что можно сказать об архитектурных видах и формах, здесь можно посмотреть. Что впереди, что в перспективе? Ну, значит, для того, чтобы этот объект был более привлекательным, мы воспользовались и очень благодарны ему коллекционеру из Гомеля, Кутильному Сергею Леонидовичу, который предоставил нам мебель 19 века, которая сегодня заполняет залы нашего усадебного дома. А частично мебель для этих помещений мы приобрели за счет проекта, деньги, которые были выделены нам на проекте. Поэтому мы потихоньку обживаемся, оформляем экспозиции этого музея, ну и надеемся на дальнейшие работы. Тот опыт, который проводят сотрудники Жлобинского музея, и, в принципе, работники всех наших районных музеев, он обобщен в этих материалах, которые посвящены историко-культурному наследию. Это не только методическое пособие, но и информационное. Оно полезно для, скажем так, как профессионалов, так и для тех, кто хочет познакомиться с нашим наследием. Оно есть в библиотеках. Мы планируем работу над данными сборниками продолжить и в этом году. И мне бы хотелось именно вашей передаче, Александр, передать на память сборника. Спасибо, спасибо. Здесь, как понимаю, вся информация о наиболее значимых объектах историко-культурного наследия Гомельской области. Так, все, что у нас есть. А наследие у нас большое. Александр, если вы позволите, я хотела бы дополнить. Вопросы охраны историко-культурного наследия – это очень важный вопрос, который касается в целом нашей культуры, наше отношение к тому, что было до нас. И на сегодняшний день историко-культурное наследие – это городище, это могильники, это архитектурные памятники, это все то, что мы получили в наследство. И поэтому вот эта книга, она как раз, да, она обобщает те материалы. В частности, вот в Жлобинском районе существует 48 объектов, которые отнесены к историко-культурным ценностям. Это достаточно много. Но есть проблемы, не все о них знают, поэтому такие издания, безусловно, важны. Есть проблемы, которые связаны с сохранностью этих памятников. А вот на самом деле, насколько много объектов сегодня по-настоящему требуют оперативных реставрационных работ? Программой культура, которая утверждена на ближайшие пятилетия, предусмотрен проведение ежегодный прирост от реставрированных зданий на 3%. Сейчас в среднем по республике это составляет 15%. Вроде бы и немного, но нужно понимать, что это колоссальные затраты. Сейчас в государственном списке, в республиканском, в республике Беларусь, свыше 5000 таких объектов. Этот показатель будет ежегодно прорастать на 3%, то есть за пятилетие планируется увеличить его в два раза. Я бы добавил следующее, что в нашей области такая работа ведется активно. Только в этом году получили разрешение на производство работ на 24 объектах. Из них 22 приходится на город Гомель. Сюда входят не только те памятники, в которых, скажем, размещены какие-то учреждения, как, например, в Рогачеве, где реставрировано открыто, дом книги, памятник, но также и жилые дома и по проспекту Ленина в городе Гомель, и по Советской. Это все наше наследие? Это все наше наследие, весь исторический центр. Вы очень легко определите, там, где висит охранная доска, а практически охранные доски у нас уже установлены на всех объектах историко-культурного наследия, вы будете знать, что это памятник нашего наследия, который включен в государственный список. Пусть и не так быстро, но работа ведется? Ну, работы, скажем, особенно масштабно ведутся в городе Гомеле. За последние три года, вот я вам приведу пример, значит, около 60 объектов в нашем городе были проведены капитальные ремонты, они были отреставрированы, то есть им вдохнули другую жизнь. Алина, актуальна ли проблема чернокопателей на сегодняшний день и как с ними бороться? Да, есть у нас факты, когда выявляются черные археологи или те, которые пытаются их, эти вот артефакты, перепродавать. Я вам приведу последний пример. Благодаря содействию нашей областной прокуратуры совместным действиям, Дворцово-парково-ансамбля, значит, склад монет золотой орды, золотые пулы в этом году, он был передан 300 единиц, был передан Брагинский исторический музей, который стал действительно к метеориту, добавили еще и эту коллекцию. Анна, вы рассказывали про старинный дворец под Жлобином. Скажите, какую самую фантастическую легенду вы знаете? Может, у вас там привидения водятся? Спасибо. Я хочу сказать о том, что все легенды, которые касаются Красновережского усадебного дома, связаны с богатством их хозяев. Хозяева усадьбы были действительно фантастически богатые люди. И поэтому вопрос, куда же девались эти богатства, он постоянно волнует человечество. Я расскажу одну из этих легенд. Эта легенда связана с так называемым совиным камнем. Управляющий усадьбой после революционных событий боялся, что драгоценности, которые есть в усадьбе, пропадут. И он спрятал их в камне, закрыл прочно отверстие этого камня и бросил его в реку. Понятно, что любое действие, оно вызывает интерес. Из реки камень достали. И, как оказалось, ничего в этом камне не было. Драгоценностей не нашли. Но камень сегодня находится на территории парка, который окружает усадебный дом 19 века. И называется он совиный камень, потому что на поверхности камня есть два треугольных отверстия, которые напоминают глаза совы. И поэтому так его называют. Но этот камень выполняет свою очень важную функцию. Если подойти к этому камню, положить на него две руки и попросить его о чем-то, то обязательно сбудется эта просьба. Самое главное, чтобы никому никто не узнал о том, о чем просили у этого камня. И никто не знал об этой просьбе. Есть свидетели, говорящие... Оказывается, что это легко, да? После программы отправляемся в Злобинский район. Да, есть свидетели того, что да, действительно исполняются желания, которые заказываются у этого камня. Нина Захаровна, а как насчет привидений? А привидений у нас нет. Хотя у нас есть тайная комната. Это вход в которую был в камине. Камин действующий. В нем горели дрова. И когда горение прекращалось, то можно было войти в тайную комнату без окон и без дверей. И там, по преданию, также хранились драгоценности. Цитата из вашего интервью. Духовная музыка – не что иное, как диалог с Богом. Что понимаете под этим? Я хочу вот о чем сказать. Что это огромный пласт нашей духовности. Это духовная музыка. В конце 15-го года проходила хоровое вече. Что такое вече? Вече – это старославянское слово – собрание. То бишь, когда устраивались огромные собрания, многотысячные. И вот именно хоровое вече впервые, я подчеркиваю, в Белоруссии проходило. Проходило оно в городе Минске, в котором мы принимали участие. Представьте себе, что это хоровое вече мы начали с произведения. Весь тысячный хор начался с произведения духовной музыки. Это был концерт Бортнянского, который мы исполняли с концертом, с симфоническим оркестром. И представьте себе, что когда вышел настоятель храма всех святых, нового храма в городе Минске, и сказал, сегодня мы исполнили для вас вот эту музыку. И запомните, все певцы и слушатели, там были послы разных государств, то первым вашим слушателем является наш Господь Бог. Вот это были слова этого священника. Мы были очень много раз в Германии, и мы пели там музыку. Мы нас просили сначала петь, вот то, что вы в начале в прошлый раз пели, а это была духовная музыка. Представьте себе, люди не понимают, что мы поем. А почему же они плачут? Они доставали платки, это были солидные люди, которые повидали виды. Но такая сила, мощная энергетика и красота этой музыки. Елена Константиновна, в 2015 коллективу исполнилось 35. Расскажите, как подбираете голоса, ведь они по-настоящему уникальны. Как формируется ваша команда? Я хочу сказать, что основателем нашего хора был Алексей Петрович Лукомский, руководитель и дирижер. В то время, когда я пришла в этот хор, это был 89-й год, 28-й год я уже работаю в камерном хоре, тогда была в основном женская группа, и мужской группы не было. Значит, я думаю так, что просто вот состояется чудо какое-то происходит. Почему? Потому что нигде нет мужской группы. И вдруг ни с того ни с сего в течение недели, какой я пришла, первой недели, приходят люди, которых никто не подозревал, что они вообще существуют. А я начинаю их прослушивать, и получается, что там великолепные голоса, понимаете? В том числе пришел Александр Абросимов, который сказал, вот он сегодня, наверное, будет тут, может быть, немножко петь, но дело в том, что этот человек у нас уникальный, он делает аранжировки современные, и такого джаза, которого покорил уже весь мир. Когда мы поем после духовной музыки, потом джаз поем, все говорят, это невозможно. Как можно после этого голосоведения перейти к такому? Я к чему клоню? Что он пришел и сказал мне, вы особенно не обольщайтесь, я к вам пришел на два месяца, потому что у нас ремонт в ресторане. С тех пор прошло 28 лет. Ирина Константиновна, а как насчет экспериментов? Ваш коллектив позволяет себе, в хорошем смысле слова, похулиганить? Это хорошо, когда люди хулиганят, но дело вот в чем. Дело в том, что филармонический хор – это статус. И наше хулиганство может быть до какого-то только предела. Мы современную музыку поем, но когда она именно музыкой называется. Я хочу сказать о том, что музыка – это, прежде всего, это классика, это мелодика, понимаете? Если нет в мелодии, в этом вот сочинении, там нет музыки. Напрасно не обольщайтесь, потому что это какая-то конструкция каких-то звуков и ритма. И очень жаль, что вот эти конструкции становятся во главу угла, потому что ведь человек-то воспитывается на высоком искусстве. А это, понимаете, есть и хорошая музыка, я не спорю, но есть очень сомнительная музыка. И я хочу еще рассказать о Сократе, это был древнегреческий философ, который однажды был на площади, разговаривал с молодежью. Вдруг подошла к нему богатая женщина и сказала, вот ты очень много говоришь здесь, вот ты говоришь и говоришь. А я вот могу сейчас поговорить пять минут, и вот эти люди, половина их пойдет за мной. Он говорит, я тебе верю, потому что вниз идти легче, чем возвышаться, чем идти вверх. Вот что сказал Сократ. У нас есть короткий отрывок из выступления камерного хора Гомельской областной филармонии. Давайте посмотрим. Вы разрешите нам, друзья, вставить хотя бы слово в год юбилея хора и Елены Соколовой. А кто возил нас за бугор? Главный дирижон! А кто решал наш каждый спор? Главный дирижон! Так давайте дружно Вместе Все мы Ее поздравим В этот В этот Юбилейный год Юбилейный год! Кто правду Главный дирижон! В этот Юбилейный год! Субтитры создавал DimaTorzok 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 И больше ничего живого места там нету Дмитрий, могли бы Вы показать некоторые движения дирижеров и как они называются? Это дело очень серьезное, дирижерское. И оно совершенно не представляется тем, что я Вам покажу несколько жестов. Профессия эта считается мужской и правильно, потому что дирижер, если он особенно еще с палочкой выходит на сцену, с дирижерской палочкой, это камертон. Так? Он обладает огромной, должен обладать силой, не только энергетической, но и физической. Именно симфонические дирижеры, у которого училась я, в частности в Нижнем Новгороде, я училась оперно-симфонического дирижера, он сделал для меня непостижимую просто такую награду. Он дал мне дирижерскую технику. Это особое дело. Потому что если человек выходит и начинает вот так вот всем телом дирижировать, через 10 минут он может упасть. А у меня, предположим, целое действие оперное, а там 45 минут надо стоять. Поэтому не владея техникой, ты не сможешь до конца дойти и показать это произведение. Итак, уважаемые гости, время, отведенное для нашей программы в эфире, к сожалению, подходит к завершению. Пора подводить итоги. У каждого из вас есть буквально по одной минуте, для того, чтобы подвести черту в сегодняшнем разговоре. Каким для каждого из вас был этот год культуры? К чему подтолкнул или должен подтолкнуть каждого из нас? Нина Захаровна. У Жлобинского историко-корреческого музея есть очень амбициозные планы. Мы бы хотели завершить строительство музея в городе Жлобине, наполнить его музейными экспонатами и предметами. Завершить реставрационные работы на усадебно-парковом комплексе XIX века Козел Поклевских и провести музеификацию. И все это наши планы, наши перспективы. Мы надеемся, что все получится. АПЛОДИСМЕНТЫ Юлия. Культура наша в целом начинается в первую очередь с каждого из нас. Поэтому я всегда, общаясь с молодежью, находясь в молодежных аудиториях, говорю, что в первую очередь мы пример для подражания для младших поколений. Те, у кого есть детки, мы, конечно же, должны их воспитывать правильно и начинать, конечно же, с себя. Но каким бы ни был объявлен следующий год, я уверена, что молодежь найдет себя абсолютно в любой отрасли нашей жизнедеятельности. Сергей Васильевич. Мне хочется, чтобы та высокая планка культурных мероприятий, которая была достигнута в этом году, была продолжена и дальше. Ведь следующий год у нас тоже знаменательный. 2017 год – это будет юбилей белорусского книгопечатания. И мне хочется еще, чтобы в этих всех мероприятиях активное, конечно, участие принимала и молодежь. Именно это наше будущее, которое будет сохранять наше наследие. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне бы хотелось, чтобы у нас было как можно больше интересных концертов, фестивалей, и чтобы мы выступали почаще в таких прекрасных аудиториях, в молодежных в том числе. Конечно же, очень важно для артистов, это стимул такой, чтобы ездить в другие области, предположим, какие-то обменные концерты, за границу, чтобы радовать своим искусством, чтобы представлять свое искусство за пределами нашей Республики Беларусь. Поэтому я мечтаю об этом. Я думаю, что это может быть даже и получится у нас. И хочу сказать о том, что последние мои слова будут такие, что 24 марца следующего года исполняется 50 лет Гомельской филармонии. Будет потрясающий галоконцерт. Он будет проходить в ОКЦ. Вот, я приглашаю всех. Вы должны это услышать. Что ж, это были наши выводы. Сделайте свои. На этом ставим точку. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До встречи. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова